Всем привет! Данное видео, как обычно, будет снято на проекте Блэк Раша. Ну а ты не забывай то, что именно я играю на White Server. Я туда совсем недавно перешёл, поэтому зову тебя с собой. А тебе всего лишь потребуется перейти по ссылке в описании, загружить игру, обязательно зарегистрируйся на мой ник Джон Дерриан и также получить зато 50 тысяч рублей. Ну а также на втором уровне сразу же активирую мой промокод Nair и получаю с этого ещё дополнительные 15 тысяч, вообще ничего не делая. Ну а в данном видосе я вам покажу и расскажу, как же можно встать на лидерку на Блэк Раша. Я думаю, эта тема довольно-таки актуальная, потому что многие когда-то пытались вообще, ну как бы, встать, но у них ничего не получалось, либо же у них, типа, были всякие намёки на то, чтобы, ну, хотят они вот встать на лидерку или там на админку. Кстати, если эта серия зайдёт вам, то обязательно в общую следующую, только уже буду рассказывать, как встать на админку, потому что я сам был админом и лидером и не один раз. Победителя прошлого конкурса вы сейчас видите на своих экранах, но для того, чтобы вам тоже участвовать, кстати, конкурс будет, опять же, на 3 миллиона и победители получат 3 миллиона, от него потребуется всего лишь записать мне ВКонтакте, если, ну, типа, кто-то не понял. В общем, всего лишь, что у вас потребуется, подписаться на мой канал, поставить лайк, включить уведомления и написать в комментариях свой ник и сервер, на котором вы играете. Эти условия можно выполнить за 10 секунд, а зато шансы будут у вас на победы довольно-таки большие, потому что я разрешаю спамить. Но я не буду тянуть сначала, всем желаю приятного просмотра. Так, ребят, перед тем, как я начну вам рассказывать, ну, типа, что нужно сделать, чтобы встать на лидерку, я бы хотел, чтобы вы для начала, Леся, точно уже решили, нужно ли вам это вообще. Во-первых, лидерская должность – это огромная ответственность, на которую вы должны будете следить за целым составом, за организацией, за тем, чтобы она была популярной, за тем, чтобы она не проставила, потому что за этим следит следящая администрация, ну, соответственно, ваша организация. Допустим, за государственными структурами следит главный, следящий за госструктурами, заместитель его и также просто обычный следящий. Поэтому это действительно очень ответственная должность, на которой вы, как бы, будете держать онлайн-сервер, потому что если у вас организация популярная, такая, как полиция, то, скорее всего, к вам будет тянуться огромное количество новичков. И, соответственно, вы должны будете их удержать. И, чтобы им было интересно, они что, потом писали мне в комментариях под роликами, которых, кстати, таких немало, что Black Rush – это вообще нон-РП-проект и прочие оскорбления нашего, ну, как бы, сервера. Там говорят, что, допустим, Orange какой-то не такой, Red какой-то не такой. А все из-за того, что, потому что некоторые лидеры не умеют просто работать, как сказать, с аудиторией, не умеют завлекать свою организацию, людям становится скучно, потому что, ну, как бы, на сервере должны быть, должна быть, как бы, РП-атмосфера. Допустим, в каждой организации там люди занимаются своим делом. А если какая-то организация будет простаивать, например, ключевая организация такая, как, доходит та же самая больница, то, как бы, все, людям перестанет интересовать этот сервер, и, в принципе, все, ну, как бы, они с него уйдут. И вы считаете, как просто делаете убытки до вашего проекта, да и, к тому же, вас за это, скорее всего, снимут, даже не, скорее всего, вас 100% снимут, потому что за этим сидит администрация, вы должны будете вставлять отчеты на форуме, но об этом чуть-чуть попозже. Ну и вот вы решили для себя то, что все, я буду вставать на лидерку, но вы также должны подумать о том, что будет ли у вас свободное время. Я крайне не рекомендую вставать на лидерки, к примеру, в мае, в апреле, вот в эти конце года, учебных годов, потому что во время этого у вас будут экзамены, контрольные, и у кого просто будет время для того, чтобы играть на сервере, ну, типа, лол, сами посудите, ну, зачем кому-то будет и находиться на сервере нужно будет, когда у кого-то будет, там, допустим, ОГ или ЕГ. ЕГ это ладно, ой, ОГ ладно, а вот ЕГ это действительно серьезный экзамен, который повлияет на ваше будущее, а вот ОГ это, как бы, экзамен, который есть, это как переход в 10 класс, но на самом деле ни на что не влияет, просто всем спойлерки. Да, я сам заканчиваю 9 класс, и уже, как бы, это знаю. Все-таки, допустим, у вас есть свободное время, и вы действительно решили для себя то, что все, я хочу занять лидерскую должность. Перед этим я бы вам посоветовал побыть в абсолютно всех организациях, допустим, там, в ОПГ, в больнице, в полиции и прочих организациях, например, ФСБ, и точно для себя понять то, что все, я реально хочу в этой организации, мне будет это интересно. И на протяжении того, как вы в ней находитесь, вы 100% будете замечать всякие недостатки, и тем самым вы сможете придумать какие-нибудь уникальные улучшения, потому что, если вы украдете чужие улучшения для организации, допустим, там, у какого-то другого человека, это легко спалится, и вашу заявку на лидерку просто отклонит, потому что, ну, как бы, зачем кому-то нужны будут украдены идеи, если они не так уже давно существуют. Так что вам нужно будет придумать что-то уникальное, допустим, вы в полиции нашли недочет какой-то системе управления, вы просто пишете в своей заявке на форуме эту штукоину, и потом ее просматривает следящая администрация, и, скорее всего, если вы постараетесь над красивым оформлением заявки, то вас 100% примут, допустят, к обзвону, а там уже главное не облажаться. Серины пост лидера довольно-таки простые. Вам нужно иметь возраст больше 15 лет, не иметь банов и варнов на вашем аккаунте, иметь игровой уровень не ниже шестого, иметь 7 хороших идей, прямо вот таких твердых, можно никаких там глобальных улучшений для организации, а таких мелких недочетов, наличие, ну, естественно, рабочего микрофона, написать свою РП-биографию, иметь roleplay ник, ну, то есть, лолу, чтобы у вас был обычный игровой никнейм, чтобы у вас там не было в имени там Brawl Stars, стоп или тому подобное, ну, и также обязательно вам нужно будет знать правила вашей организации, правила лидера и правила проекта. Ну, вот правила лидера вам нужно будет изучать, а правила проекта вы, допустим, если вы опытный игрок, потому что, я думаю, неопытный, не встают на лидерку, просто, ну, как бы, смотрите, вы их, как бы, и так изучите, и вы будете знать, что в каких ситуациях запрещено, что, ну, разрешено, и будете всегда знать ваши права. В принципе, я думаю, я вам довольно-таки подробно объяснил, как все-таки можно встать на лидерку, думаю, вам даже было интересно меня слушать, я, в принципе, старался, для того, чтобы все рассказать интересно, а не просто как-то мямлить, как некоторые ютуберы это делают. Я рассказал, как подготовиться к этому всему, рассказал, что нужно знать, обязательно, ребят, еще посмотрите обзоны на ютубе, они есть, если кто не знает, я даже вот, может, ссылку какую-нибудь поставлю в закрепленном комментарии, и вы прекрасно увидите, как это все проходит, вам будут задавать вопросы по поводу вашей организации, это, например, 100%, вас будут спрашивать улучшения, вы должны их тоже будете, как бы, вы как напишите заявки, ну, и также будете применять их на обзвоне. И, в принципе, вам нужно будет грамотно составлять свою речь, чтобы не показались каким-то глупым школьникам, и не нести какую-то фигню, ну, как бы, лишний раз промолчать, лучше какую-то фигню не нести одним словом, чтобы, ну, серьезно подумали, что вы серьезно к этому отнесетесь, и, как бы, чтобы вас не вычеркнули из списка претендентов на лидерку. Ну, с вами был я, Найр, я надеюсь, что этот ролик был для вас интересным, я его уже могу завершать, и, в принципе, желаю всем удачи, и все, но в 45 часа, и следующее видео будет очень интересным, и, как раз-таки, начнем новую рубрику. И всем пока-пока!